И всем еще раз привет! Это Season Cup номер 4. В третьей игре на сегодня у нас встретится команда Кэтс против команды Итс. Со мной в Сакасте остался один Сакастер, это Длеп. Ну, как мы знаем, это Пегас. Так, у нас взяли Кэтсы, Дедлепта, Клацуса, Равинора и Рапсодию. Что же, останется пятым пиком, это мы уже знаем в следующей серии этого выпуска. Итсы у нас взяли Бегемота, Мойру, Магмуса, Инженера. Ну, я насколько знаю, что, типа, в третьем Season Cup, по-моему, Вуку Керилл на Бегемоте, ну, пытался. Только они его не реализовали. А Кэтсом заходит Призонер пятым пиком. Ну, скорее всего, да, сейчас возьмут Керри. Много открытых еще хороших Керри, Клан. Конечно, там те же... Мэдмен даже, я вот смотрю, Дампир, но я смотрю тех, кто стоит... Оу. Есть Трембл, есть Дарк Леди. Че? А, не-не-не, все правильно. Это как-то... Майликин тот же Паппет. Не, там Артур был на Дэдлифте и Шилла на Призонера. Я думал, они в Триплу пойдут. Ага, Манаппеть. Да, они еще не видят, ну, вообще, кто потенциально... Ну, много-много, на самом-то деле, героев, которые спокойно себя чувствуют против Дэдлифта. Там, ну, Дампир нормально себя чувствует. Как бы, там... Да даже тот же Клангс, ну, не так плохо себя чувствует. Просто вопрос, что против Клоравинора еще хочется взять дверь. Клоравинор. Паппет тут не очень. Ну, позиционировать надо себя уметь. И, как бы, Паппет, да, инсцене забирается просто... Хотя Клангс, 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 Клангс под их контроль. Не знаю, если он не забирается, то он в бане. Что? Какой Ганблэйд против Равинора? Ты, если просто присосешься к этому Равинору, он тебя отколбасит. Блин, не знаю. Не, ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Может нас Клоравинор удивит. Это из списка против Дэрлифта стоит неплохо, но... За счет чего? Ну, за счет щита. Там щит довольно-таки много дает. Ну, типа, он лейтовый, как бы, он же в процентах тоже дает. Да, но там все равно он даже на первой прокачке там почти 100 дает. То есть, если ты просто отбегаешь от крипов, то тебе сбивают щит, но может еще там 100 хп, но это... Мало. Ну, будет у нас такой потенциальный Дэбл Мид, да? Призанец сапором. Ну, да. Макбус инженера. По идее, по-любому должен в Макбус инженер стоять и цей. Ну, да, ну, вариантов мало. Типа, Ганблайт Мойра, Бегемот на Харде. Ну, кажется, все более понятнее. У них Равенор с Галансиусом. Бегемот на Харде, особенно Юникс, который... Это она, релизный с Хардланищей Бегемот, за которым я замечал, что он... Не попадая с стенкой. Ну, нет, он фейлит фиссуры, да. Он просто на первом ловле не перегораживает крипов. Ну, может, он натренировался, конечно, но... Было за ним замечено. Что он будет покупать? Пописо Галдыль. Щиток! Кто? Кто, чё? А, Бегемот, ну, всё. Ну, да, и... Ну, всё, да. Я понял. Я тебя понял, да? Это, это, это... Аут. Здесь вот... Вот та ситуация, когда Бегемоту бы... Глеб, быстрый консульт. Неплохо. О, скайп, я заснал. Я заснал. Фу-бэ, да. Ну, он уже не только чинул, как по мне. Ну, здесь разные варианты, как бы, с третьим тоже можно идти. Типа, третий спелл. О, 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 Юрик, смотри. Смотри, Бегемот на харде. Одного крипа? Профессионал. Ну, ладно, если бы он двух закрыл бы, трёх. Либо всех закрывай. Либо никого. Либо уже, ну, я не знаю. Либо просто не закрывай. Ну, надеюсь, он не будет одну фиссуру тратить, чтобы заблочить одного крипа, который пропустил. Не-не-не, это типа план, чтобы линия отпушилась, но он не сработает, потому что Рапчик просто будет. Ты думаешь, что он хотел вот именно так сделать? Ты чё, издеваешься? Не, я тут хотел разделить пачку на две части, но это всё равно это... Фейл. Не, ну линия может и пропушится, но... Нет, линия по-любому пропустится. Хотя... Да, ну не особо, вот именно. Здесь ситуация так, когда ему надо просто покупать сапоги, два моноплота, просить бобры, блочить две фиссуры давать крипов, получать второй левел. Посмотрим, кстати, какой интересный вардик от Шулы. Он поставил его на тот... Ну, не знаю. Как-то мне микровижн дает. Вот, если сумеет, только одну ветку. Если просто поставить... Ой, посыпили Бегемота, и походу это будет ФБ, потому что откатывается всей порокой. Это первый спелл, всё, до свидания. Это зимбей. Как это вообще? Это зимбей, это профессионал юбей. Так. Ой. Ну, я не знаю, у кого тут больше проблем, если есть, а есть и второй спелл. О, гонблай-то хорош, тоже промахнулся коротко. Да. И Деддлес отпевается красный. Ну, я не знаю, тут тонну Регена надо ребятам из команды Хеллборна, потому что... Нет, просто его надо убивать сейчас. Если его не убивать сейчас, то... Если он приобретет какой-нибудь чилис, там, выход в дальнейшую Мекку, я не знаю, что там... Красную банку пробивает гонблэйд. Одно дерево у него уже остаётся. Ну, я, честно говоря, вот не согласен с обоими суицидерами сейчас, потому что за Дэдлифта я не качаю ничего, подхожу к линии. Если крипы стоят вот как сейчас, допустим, я на первом же левеле даю второй спелл просто герою, чтобы крипы забежали под тауэр. То есть, естественно, откушивается линия сильно, и ты уже не боишься саппорта, который выйдет тебе в спину. А, глаза Бегемота... Ну, ты понял. Нет, не смотри, сейчас научишься. Тем временем, въехали в миди, Фиссурка попадает по Признюю. А может и не попадает, я не знаю, прокнула она, нет. И, может, на контрре инициации забрали инженера. А, Макмус, и что Макмус бежит за Признера, он его не убьёт? Бегемот! Ну, что-то непонятное. Еще Признер прилетел, бутылка. Дайте Суру, дайте Суру! Фиссурка. Ну и забирает Признера. Подставился. Фиссура нормально была. Ну, как-то Артур зряно подошёл. Да, и с руки просто забрал всех. Ну, Бегемот правильно сделал, что хотя бы пришел сейчас на мид, а не пошел дальше на бот. Потому что самому ловить нечего. Кто на мид? Возвращается, скорее всего, Признер. Да. Ему-то сейчас только блочить крипов, и там может фиссурами откидываться, выформить свои ботинки, стрейдера, птилисты и идти ромить. Вариантов у него больше нет. На боте он будет умирать. Тем временем, где она разбирается с человека, как о том чемпионом. Ну, глазус. За счет колбы. 200 гп, мы, кстати, поддерживают глазус. Ну, очень хорошо. Ну, это такое есть гп, надеюсь, что ты глазуешь, который стоит в лесах через колбу, урубаря, там, периодически подвигает на мид. Ну, да, прокачался третий спел, уже купил ботинки, и теперь Бегемоту просто без шансов. Ну, он еще подфидил на ФБ, ведь. А, вообще, Дедлив загнал своих оппонентов под Тауэр. Равенор, кстати, без ботинка сразу выходит в Абисал. А тут, тем временем, опять на миде стычка. Подцепили, я не знаю, кто в кого въехал. О, мискуком! И можно на развороте забирать хороший Кега. Есть же стан у Магмуса. Застань двоих! Двоих, двоих, двоих! А тем временем, посмотри, посмотри, пришел Гладсус наверх, и, скорее всего, заберут Ганблэда у него, потому что нет ботинков. Гладсус еще пробивается красной банкой. Ну, да, и Ганблэд будет умирать по любасу. Тут еще приходит Мойра, а вот если они ее сейчас найдут, они ее заберут. Ой, ребята! Что делает Мойра? Мойра будет умирать, потому что у нее нет ботинков, тем более Гладсус дал еще первый спелл. Дедлив дает третий спелл. И райт кликает, райт кликает Мойру, залетает еще тысячка от Гладсуса, и это минус два. Но ровно вместе. Что делает команда из Ицов, я не понимаю. Что-то может сбежать от Мойры, прохаразить себе половину хп, а на типо стаки. Ну, а крипов, да, она еще убилась, можно так сказать. А Ганблэй, кстати, пришел на лайн без хила, приобрел себе пунчдаггер. На что ты, сынок, тут рассчитывал? Я не знаю. Ну, сейчас просто он может рассчитывать на то, что ему саппорт принесет покушать, но у саппорта денег на это нет. Бегемот, я, кстати, тоже приобрел ботинки. А тем временем, Равинор уже фармит лесок, ну, у него появился уже Абисл, появился ботинок красный. Ну, и, в принципе, у него все прекрасно. Значит, если Бегемот подойдет добивать крипа, он умер. Ну, он умер, по идее. Да, попадает Бэтменом Равинор. Нет, не умер. Ну, он, в принципе, мог сам за ним бежать, а когда Бегемот замахивался фисуркой, у него было на это время... Да, он лико-старан на второй раз Бэтменом. Да, да. Он мог просто два раза сделать за бесплатно, можно сказать, удары. Ну, там еще плюс нефулловый заряд у Равинора. Видишь, у него 60-2. Ну, нет, он мог его забрать. Ну, я играю на Равиноре. В принципе, там дэмэдж можно рассчитать на фулл хп. Это совсем... Ну, это уже... В надежде на профессионализм. Все время он спушили tower. Ой-ой-ой-ой-ой. Бегут дедлифт. Не достанет. Попадает. Мойра дает иллюзию. Но, скорее всего, не заберут. Хотя... Подходит признер. А, это Казендер забрал. Я думал настоящий. Умерла. Показала сразу табличка. А дедлифт дайвит. И заберет ведь. Да еще можно... Мойру было... Ой, Магмус подходит. Должен заменить этот признер, дать гирю. А гиря-то в КД. И Магмус дает отличный дабл-станк. По таймингу залетает хук. Ну, и вот если бы сейчас Магмус расстолил... Ой, ладил. Это было классно. А так. Заходит пушечка. Только она не попадает никому. Залетает Кега. Забрали Глацуса. Это уже минус один. Скорее всего, еще и признеры, да, потеряют команду Кэтс. Ну, Маммуса есть там. Но забрали Керри. Будет, 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 будет. Забрали Керри. Главное. Да, пропиваются банкой. Артур уже скупился. Ну... Кега забирает. Инженер, кстати, дабл-кил. Сразу с этого фрага у него появляется страйдер, а? Хотя продал, что ли? Грибок, кстати, летит. Магмусу и пауэр-суплай целый. Магмус, а Грибок? Ну, не знаю, это в расчете типа Равча и Равча сейчас убили. Ну, Равча, когда... Их, смотри, тут скопилось. Если забайтят, нам Бегемота могут. Ну, вот сейчас вот если Бегемот, по идее, должен давать уже фиссуру... А хотя они сами пошли! Отличная дабл-фиссура! Дабл-стан сразу, Магмус раскостил тульту. По таймингу Бегемот это минус два. Просто превосходная комбинация от команды Холборн. Там даже, да, идеально. Ну, лишний инженер, правда, был, но все равно это было классно. Дабл-фиссура, сразу залетает Магмус, прицепляется, дает Саленс Равинору там микростан или Саленс. Я не знаю, что у Равинора вообще у тебя делает. Не-не-не-не, у Ганглейда Саленс не дает, дается стан. А, глушение, да, и с ним нежает армор. Но там по-любому бы они умирали, даже если бы было Б2. А не потому что по таврам фулл стан, там просто без шансов. Еще и Бегемот так по таймингу выдал второй спел, что там вообще не оставил абсолютно никаких шансов. Глеб, ты не можешь? Ой-я-я, сейчас еще раз могут забрать Равинора, кстати, пока он без зарядов. Тут два человека от команды It's... Вот, если сейчас инженер пойдет, но инженер поставил бардик на рунду. И решил вернуться на Мидок. А Дедлифт тем временем, смотри, как ты насчет толкалки на Дедлифте первого этого? Не знаю, так он Дедлифт это не спасет. Да, я же не проюзываешь. Тем временем, отличный станчик, но Рапсодия выдает великолепный ультимейт сразу. Сейфтп от Дедлифта, а у Дедлифта нет льфты, так что он никого не хорресит. Ой, и попадает, и крепит, и бегут дальше, но Пауэр Суплай спасает. У Магмуса была батарейка, еще он отопивается в целый боттл, но, мне кажется, не будет продолжать. Команда Изыц, потому что инженер просаженный, видимо, тоже по мани вообще они просели. И в итоге никто не умер. Не, не знаю, у меня самая Бубер таблетки такой какой-то... спорный, что ли. Ну, я не знаю, кого он сейвить, если только оттолкнуть... Ну, после типа стана Магмуса, чтобы не достать Фессура или Кигани попала, разве что... Ушел, лучше бы Мяку собрал. Профит его был. Или Абисал. А хотя Абисал, я бы Вангвард купил бы, потому что, может быть. Или Вангвард, да, или батарейку, энергайзер в смысле. Ну, Каня, но, видимо, это решение не его, собственно, а командное. Чем-то, я думаю... Ну, не знаю. Не знаю. Так. На контрварде спалили Бризлера? Надо давать стан Магмусу, а почему? А тем временем там... Кого они? Чуть-чуть засунули тут на мете. Призонер-то сейчас сможет хукнуть. Станчик дает Магмус. Мы его всем за это подцепили и не забрали. И сеструксами стали. О, Фук, жилит Эпигмон, надо ультануть! Прям в крипов, но что-то дэмэджи не особо много. Ну, третий спал на один. Вот поэтому так мало дэмэджи вошло. Ну, как бы. Выжил все равно. Ну, а Равинор продолжает фармить. 480 гпм, кстати, у него. Ну да, Ганглэйда 255 на компоне. Вот смотри, вроде по счету 8-8. У Равинора, кстати, появляется ПК на красной ботинке. По счету-то говорю 8-8, а Кэтсы ведут 5800 голды, 4600 экспы. Но это за счет того, что очень сильно выигранный хардлэйн. 460 гпм, 4-0-1. Тем временем на миде за тимфайт. Вошел Магмус. Признера проблемы. Кстати, у него остается 200 хп. Залетают дайгеры от Мойры. Пушечка, не знаю, куда. Магмус танк по-любому будет умирать. Признер. Кега залетает. Инженер должен ставить ульту. Отличная ульта от Трапзонди. Придетер Винор забирает автоматом Магмуса. Заберет, скорее всего, еще. И инженера заберет. И Дегемота. А вот и толкалка. Ну, он бы так его догнал. Но толкалка, в принципе, зашла. Ну, как по мне, он мне вот ходили, что не нравится. Какой-то гонгой. Ну да, он как-то... Ну, не вписывается он не то, что в этот пик, а как по герою. В мету сейчас, в нынешнюю игровую. Он вообще не заходит. Ну, вот если вот Трейд начинается, он, по сути, бесполезный. Ему, чтобы выдать демидж, ему надо, по идее, ультануть. А если он ультанет в каком-нибудь Равинора, или... Представляешь, если в Дедлифте? Представляешь, он ультанет в Дедлифте, он просто встанет, нажмет на крипов, и они его убьют. Вообще, бред пик. Что ж, какой-нибудь Берсекер. Берсекер, я посмотрел. Да, я посмотрел. Молния появляется на Равиноре, так приобретите уже себе ПТ-шку-то. Нет. Послабо. Да, так спит у него немного уже. Подкачивает, да? Да, 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 да. Желаю лучшего. Исистак и три планшей. Походу, всей командой будут их забирать. А Макбус так-то в наглую идёт. Ну... Как-то за это будет на карту. Кири, сразу колба. Ну, я не знаю, это у всей команды его... Распетрушил. Что-то отчаянно фармят Макбус. Как бы они вообще успели их зафармить. Ну да, тут сейчас придёт бодрый Равинор, который может просто заблинкаться. Кстати, Равинор улетят молнии ещё только что, а у него же есть почти что деньги на ПТ. В итоге они там просадились, и, по-моему, они там ничего не добрались. Гончай толком. Ну да, зато потратили тонну маны. Плохо сейчас на Клиффе. Варда нету кэтсов. Так бы сейчас испалили и Ганблейда. Так, Криссура. Залетает от Бегемота. Закоет Ганблейд и сразу же уходит. Потолкнули. Мойра тут иллюзию вызвала, но что-то ничего абсолютно не происходит. Без Утука Бегемота они не смогут даже... Да. При том, что просаженный Ганблейд у них нету, по сути, деммедж-дилера сейчас. Асари, признер, почему он так просил? Он седьмой уровень, он топ... 0,4. Ну, вообще у него типа по экспаму всё худо. У него седьмой уровень. Но четыре раза его убили, они что-то пару раз там понравились. Асари, в грибах заходит команда Итс. Возможно, сейчас будет тим вайп от кого-нибудь. Почему делает ТП Глацус? Не надо не ТП-шся, отменять ТП-шку. Так, Ганблейд прицепился к признеру. Тем временем Дэдлик вон реинтересирует Бегемота. А Равинор может просто... Ой, Магбус раскастает ультимейт? Ну и за это будет умирать признер, скорее всего. А тем временем Казендер кого-то настиг. Кто же это был? Двоих. Ну, Магбус и есть. А Равинор развернулся, спасти к инженеру. Да, спасти. Тем временем забрали Мойру ещё. И Магбус. Это уже минус четыре. Инженер пытается убежать. 8 секунд. Остаётся до первого спела. Рапса бежит. Ой, да лау спела колбу. И залетает. Чё-то залетает, и инженер, короче, умирает. Это минус пять. Ну, это было очень легко, как по мне, для команды Кэтс. И это ихняя вторая победа за сегодняшний день. Так, Нику, мы с вами не прощаемся сейчас, потому что будет у нас игра заключительная. Команда Кэтс против команды Кам. И в этой игре будет у нас играть Пегас. Скорее всего, я останусь один. Но это мы ещё узнаем после небольшого перерыва. А Глебу мы пожелаем удачи. Давай, Глеб. Будешь, Медоросик? Продолжение следует...